Композиция «Happy Birthday to You» наконец-то свободна. В США завершился один из самых громких судебных процессов последних трёх лет. Независимые киношники против музыкальной мега-корпорации Warner Music. В итоге, пожалуй, самая известная в мире песня, которая поздравляет друг друга с днём рождения, признана всенародным достоянием. Теперь её можно использовать абсолютно бесплатно. Судья штата Калифорния, где рассматривался иск, решил, что она вообще никогда не была защищена авторским правом. А компания Warner Music целых 27 лет незаконно собирала за её использование немалые деньги. 2 миллиона долларов в год. Пока, собственно, не возмутились кинематографисты, вынужденные постоянно платить за её использование в фильмах, и не подали иск. Реакции самой Warner на решение пока нет, неизвестно и взыщут ли с компанией незаконно присвоенные деньги. В студии моя коллега Тамара Нерсисян. Тамара, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. То есть теперь без страха можно, ну, например, размещать песню на своей странице в соцсети? Да, конечно, можно. И главный вопрос, который сейчас задают каждый, кто слышит эту новость, а что раньше песня Happy Birthday to You не была общественным достоянием? Мало того, что это самая популярная композиция на детских, да и на взрослых днях рождения, все привыкли слышать её с кино и телеэкранов, из музыкальных открыток и шкатулок. Пожалуй, каждый хоть раз в жизни сольно или хором исполнял Happy Birthday to You. Не обошла она стороной и знаменитостей с мировым именем. Такие люди, как Фрэнк Синатра, Стив Уандер и даже Мерлин Монро пели её со сцены. Happy Birthday to You Happy Birthday, Mr. President Happy Birthday to You Этой песней поздравляют с днём рождения президентов и политиков, врачей и бизнесменов из года в год. Непременным условием для её исполнения является разве что праздничный торт со свечами, хотя иногда обходятся и без него. Мелодия песни была написана сёстрами Милред и Петти Хилл в 1893 году, учительницами одной из школ штата Кентукки. Правда, изначально текст композиции не поздравлял с днём рождения, а желал доброго утра. Вместе с песней Good Morning to All класс приветствовал нового ученика. Спустя несколько лет у композиции появилось другое назначение. И сегодня Happy Birthday to You – самая популярная песня на английском языке. Впрочем, её уже давно перевели почти на все языки мира. Она звучит на юбилеях и звучала. Правда, не на русском языке её в основном используют просто как «С днём рождения тебя». Мы уже за долгие годы работы в индустрии праздников пришли к каким-то таким стёбным эквивалентам. Мы используем Happy Birthday. На корейском языке есть потрясающий вариант. Есть интересная версия Happy Birthday в исполнении Beatles группы. Шум вокруг Happy Birthday to You поднялся после того, как компания Warner потребовала от производителя документального кино об этой песне выплатить ей роялти в размере полутора тысяч долларов. Создатель ленты обратился в суд и последний постановил Happy Birthday to You – общественное достояние. А Warner Music владеет правами только на одну из её аранжировок. За последние годы я не слышал ни одного случая, чтобы решением суда произведение переводили в статус общественного достояния. Потому что есть чётко установленные сроки. Это срок охраны произведения при жизни автора и 70 лет после жизни автора. То же самое касается, я посмотрел эту статью, там указано о том, что они распространили это действие на аранжировку. Но дело в том, что аранжировки, согласие автора, они тоже являются самостоятельными произведениями. Всем известное фортепианное исполнение Happy Birthday to You было создано в 1935 году. Именно на него компания Warner и приобрела авторское право. Соответственно, на мелодию и слова песни это право не распространяется. Представители Warner Music решение суда пока никак не прокомментировали. Тем временем на защиту любимой композиции встали не только обиженные кинематографисты. В интернете даже появился сайт Unhappy Birthday. Возмущённые люди начали покупать майки с изображением перечёркнутого праздничного торта с пиратским черепом. День рождения с нарушением авторских прав – это несчастливый день рождения. В России понятие общественного достояния тоже имеется. Оно тоже присваивается произведению через 70 лет после смерти автора, либо через 50 лет после выхода в свет. Известно, например, что песня «В лесу родилась ёлочка» станет общественным достоянием только через 5 лет.